Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители и слушатели моего блога, канала YouTube, других сайтов нашего сайта по органическим натуральным продуктам nadgar.com. Я хочу сейчас рассказать о мёде. О мёде, конечно, натуральном. Давайте сразу договоримся. То, что касается кто-то, там сахар там добавляет. Это мёдом называть нельзя. Это преступление перед человеком и перед пчёлами. Это страшное дело. Тем более, сахар вообще, дорогие друзья, не потребляйте никогда ни под каким видом. Сахар – это тот самый рафинад, белый сахар. Это обработка диоксидом серы, сернистым газом, вернее. Это обработка, значит, хлорка идёт. Это просто потреблять человеку разумному вообще нельзя. Что касается мёда, нашего мёда, его у нас много видов, сортов. Мы сотрудничаем, естественно, всё самим невозможно произвести. В разных регионах есть свои свойства определённые, медов. С очень честными пасечниками, которые занимаются природным земледелием, природным пчеловодством. Посмотрите, скоро фильм будет у меня большой на моём канале в Ютубе и в блоге про встречу с такими моими коллегами-пасечниками, которые производят вот этот интересный мёд, о котором я сейчас вам расскажу. Значит, вот посмотрите. Теперь давайте немного о мёде. Значит, вот Жданов Владимир Георгиевич, как-то вот его лекции в сети есть, тоже можете посмотреть, что такое мёд настоящий, что такое диастазное число. Диастаза та самая, которая когда-то была 50-60, и поэтому наш мёд ценился. За границей это был лечебный лекарственный мёд. Весь мир знал, что это такое. Это прекратилось примерно в 50-х годах. И, в принципе, вот пчеловодство уже прикладным стало делом к просто сельхозкультурам, и то даже вот уже со временем всё меньше-меньше. И вот последние годы есть люди, энтузиасты, которые возрождают пчеловодство натуральное, северную пчелу, вот эту вот боровую, значит, мохнатую, шерстистую там и так далее, и так далее. Кто в теме поймёт, о чём я говорю, невозможно в маленьком ролике рассказать обо всем. Теперь давайте о мёде. Вот этот наш мёд в таких идёт всегда трёхлитровых банках, меньше просто смысла даже делать нет, и не будем. Вес там примерно 4,6 килограмма, очень высокая плотность, коэффициент, он снимается в медовый спас в августе. Значит, этот мёд из Смоленской области, из лесов, там кипрея, малина, в составе и многие травы, полевые, луговых трав и лесных. Значит, очень хороший, он недорогой, он стоит 3, ну, от 2,5 до 3,5 тысяч. Вот когда выставки, какие-то акции, у нас 2,5 тысячи банка, вот такая трёхлитровая, то есть 4,6 килограмм. Вот таким вот образом. Есть мёд, который приходит у нас, это наш, можно сказать, родственник, по жене делает пасеки у него свои в лесу. Вот этот мёд, он бывает в банках, сейчас вот в таких липовых, натуральных, деревянных бочонках, это вот горячиха, бывает дягель, будет у нас позже, просто сейчас вот в данной записи ролика, это не сезон. Смотрите наш прайс, просто постоянно на сайте nadgar.com, общий большой прайс, значит, общий прайс по продуктам. Значит, что касается этого, вот здесь конкретно, значит, трёхлитровая катка, значит, мёд, который полностью не имеет контакта с воздухом. Его, чтобы снять, достаточно сложно эту крышку снять, но зато и баночка такая красивая, останется деревянная, липовая, вытачивается по заказу из качественной липы. Значит, вот она стоит вообще 3 500, 2 500 на выставке, вот, например, 9-10 июля, как на заводе Зилу, там, значит, вот будет у нас такая выставка, ну, уже прошла, может быть, когда вы смотрите этот ролик, потому что удалять мы его не будем, о мёде нашем стоит сказать. Что же касается вот этого мёда, это мёд, снятый за весь год, он так и называется, за весь год. Что это значит? А это как раз как в старину и делали. Его не снимали ни в мае, ни в июне, ни в июле, ни в августе, ни в сентябре, вообще не снимали. А он зимовал с пчёлами, и вот только тогда мёд может быть полностью ферментированным, созревшим, с высочайшим диастазным, тем самым энергетическим таким показателем числом. Этот мёд даже разводят в дистиллированной воде, закапывают глаза при катаракте, проходит за полгода, даже если человек на неадекватном питании. Если уж на неадекватном, быстрее. Это лечебный, уникальный мёд. Значит, он очень плотный, 1,6, там даже выше коэффициент его плотности. Он не сахарится, безусловно, потому что мёд может не засахариться в двух случаях. Если его прокипятили, то есть прогрели, это преступление, это канцерогены, это вообще нельзя. Мёд кипятить, жарить, использовать в кулинарии – это преступление, это нельзя перед собой, перед семьёй, перед детьми. Только в натуральном, естественном, холодном виде его можно потреблять, ну, до 40 градусов. Теперь, что касается, ещё пару слов. И вот этот мёд снимается в мае года, то есть за прошлый год. Вот он в мае сейчас в конце снят. Его, конечно, меньше, чем мёда другого типа, любого, да, натурального. Я про химические не говорю. Он, кстати, там не применяется в овощины, только в верхней части рамок ставятся. Никакой химии и так далее. Ну, вообще, то есть пчёлы ведь, они же обрабатываются, кто не знает. Говорит, у всех есть клещ пчелиный, и 99% пчеловодов обрабатывают. А некоторые ко мне приезжали, я говорю, ну вот, а сколько раз обрабатываете? То есть я так со знанием дела, ну, с новыми, так сказать, кто мне предлагал. Вот, значит, мол, я знаю, что надо, ну, понятно же, значит, как же без этого? Он говорит, ну, мы 5 раз, иногда 6 раз в год. Я думаю, ну, понятно. Рядом подходить к такому мёду нельзя. Вообще обрабатываются пчёлы, это же всё в мёд переходит. Даже вощина, которая отдаётся на переплавку, ну, в пункты сбора, да, вот пасечники, сдают свой, вот, воск, сдают воск. Им выплавляют, дают там, ну, вычитают стоимость воска, дают вощину. Они вставляют рамки, всё, и через вощину передаётся и химия, и энергия, и структура, то есть на воду, естественно, память, на новый мёд. Поэтому это тоже есть, по сути, нельзя, по-хорошему. Значит, здесь это всё лишено. Для меня это принципиально, поэтому я, так сказать, об этом говорю. Мы так, значит, такой мёд только у нас и есть. Значит, вот эта вот литровая банка, кило 650 примерно, стоит она 2000 рублей всего пока. Ну, колеблется цена до двух с половиной, иногда до трёх, вот, 2000 рублей сейчас. Это очень недорого. Хочу вам сказать про одну передачу, недавно смотрел, про мёд. В Бурятии есть ещё, в лесах остались потомственные бортники, которые дикий мёд собирают. До 250 евро за килограмм цена в Москве. Сколько это? Больше 10-12 тысяч, 15 тысяч рублей почти. Вот так, да, продают мёд по такой. А теперь я вам скажу так. Вот этот мёд как раз тот самый, только не из Бурятии, это дикая горная Абхазия. Мёд, который у нас, вот, пчёлы в улях. Не в улях, а, извините, в колодах сами. Вот, посмотрите, с одной стороны узенько, с другой толстый такой, вот какой. А дело в том, что языки, в отличие от сот, где правильная геометрия, они, пчёлы, ставят природные. Ведь этот человек повторил соты через определённые вот эти 8 миллиметров, там вот это всё. Они строят такие образования, как сталагниты, да? Языки такие, ну, мы их так называем, с языками. Их просто режут в правильную геометрию, ну, что в коробку больше входило, вот так вот обрезаем. Тут рука человека вообще не касалась, ващины не было. Этот мёд уникальный, он, по идее, и стоит должен 250 евро. Но он стоит всего 3 500 за килограмм. Вот на выставке, ну, его просто сейчас практически нет, за 3 000 килограмм отдаём. От 500 грамм, там, как получается, просто вот взвешиваем, там, 500, 600, 700, 800, это кило 100. Вот, вот это мёд лекарственный, уникальный. Он собирается в ноябре, отрезаются языки, в декабре, потому что погода там, соответственно, другая, позволяет раньше медосбор, фактически это тоже за весь год, ну, практически. Вот, и вот таким вот образом. Его очень мало, его буквально несколько килограмм с колоды можно собрать, чтобы пчёлам не повредить, чтобы они жили, им хватало на зиму. Этот мёд, ему мало, он концентрированный. Вот о чём Жданов говорил, это вот мёрд бортневой, про который он рассказывал. Вот это вот как раз этот и этот подходит под эти формулировки. Так что, дорогие друзья, хочу вам посоветовать, лучше реже, но качественно. Не надо такого мёда есть много, много вот этого взяли, а этот мёд ешьте, его нельзя, конечно, переесть, плохо не будет. Диабетиком можно, безусловно, потому что это натуральная фруктоза, там никаких, ни синтетическая фруктоза не сравнивайте, нельзя фруктозу сразу, будут писать люди некоторые, я знаю, нельзя синтетическую, ни фруктозу, ни сахарозу, ни в коем случае. А вот натуральная фруктоза для её, значит, передачи в клетку организма человека, чтобы пошла энергия, то есть мы все знаем, про глюкозу слышали, но для глюкозы, чтобы она прошла в клетку, нужен проводник. Это инсулин, гормон, который поджелудочной железой островками Лангерганса вырабатывается, синтезируется. Но это вот есть нюансы тут определённые, вы знаете, сахарный диабет первого, второго типа, кстати, первого типа только от молока и молочных продуктов. Это в моих лекциях, в трёх статьях, подробных почитайте, кому будет интересно, кто ещё не в теме. Что касается фруктозы, чтобы она прошла в клетку, а структура одинаковая, химическая формула одинаковая, структура, но только фруктоза – это лево вращающий замер, пространственная конфигурация у неё, а глюкоза – право вращающаяся. И в клетку войти без посредника, без инсулина может только фруктоза, в плане моносахаров. И поэтому фруктоза натуральная, которая в фруктах содержится, вот, соответственно, там в зелени разной, там тоже частично, значит, в составе полисахаридов. Ну и вот в меду натуральном это можно спокойно есть диабетиком, потому что никакого инсулина не потребуется для того, чтобы фруктоза вошла натурально в клетку организма. Вот таким вот образом. Что ж, дорогие друзья, я хочу вам пожелать всё-таки приобретения качественных продуктов, где угодно, где можете, но старайтесь, не губите себя и своих детей. И хочу вам сказать ещё буквально, что кто не смотрел, обязательно посмотрите о живом, сыроедном, уникальном шоколаде, в данном случае о молочном, ну, он без молока, разумеется, показываю. Другой ролик вы найдёте у меня в канале YouTube, на сайте nadgard.com, ну и в блоге эти ролики. Посмотрите о наших продуктах, о других. Вы сможете приобрести их, зайдя на сайт nadgard.com. Потом посмотрите раздел «Доставка и оплата», в нём текстовая информация, в нём видеоролик, буквально там 5 минут, как правильно сделать заказ по прайсу, где взять прайс, он в правом верхнем углу всегда сайта лежит, и общий прайс, и специфические прайсы, там, да, по лечебным грибным препаратам, это так далее. И вы правильно, уже не ошибётесь, сделайте заказ, у нас не будет сложности с переработкой вашего заказа и отправкой. И там в рамочке, если вы из другого города, страны, допустим, написано, как сделать этот заказ, то есть что от вас нужно, какие данные, чтобы в транспортную компанию все данные предоставить для отправки вам непосредственно домой. Вот, можно ИМС России, службы, там, почта России, быстрой доставкой, обычной, дешевле, дороже, всё это, так сказать, обсуждаемо, и мы отправляем во все города, страны и мира. Вот, и, пожалуйста, приезжайте к нам на наш склад-базу под Зеленоград, если вы хотите, пишите только предварительно, значит, либо мы привезём, доставим в Москву, отправим, ну, в общем, решим, как это сделать. Посмотрите, у нас более 400 видов биопродуктов разных, вот. И всё это в нашем прайсе на сайте nadgard.com. Что ж, делайте заказы, качественные, честные продукции, пробуйте и, кстати, почитайте отзывы, раздел «Отзывы» на нашем сайте nadgard.com, там люди пишут немного, в основном стараются, знаете, лично написать на почту, я прошу, ну, уж напишите туда, ну, кто-то пишет там, кто не поленился, но это всё честно, правдиво и от души почитайте, это объективные отзывы о наших очень качественных продуктах. Благодарю за внимание, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok